как я и обещал на прошлой неделе я разбирался с тем что происходит в области ночной санитарной обработки города потому что очень много вопросов было на предыдущих неделях и вот даже вчера и вообще в последующие дни люди недумевают спрашивают выкладывают всякие видео от этих вот ночного рычания техники на улицах уфы и безусловно и абсолютно закономерно эта история вызывает вопросы людей и вот удалось мне кое-что узнать как это происходит почему и так далее все мы помним что недели две а то и более назад ульфат мустафин на одной из оперативок упомянул какой-то третичный амил загадочное химическое вещество которым он планирует обработать 6 миллионов квадратных метров уфы дабы значит но бороться с вот этим вирусом и дезактивировать поверхности что происходит сейчас на самом деле начать наверное нужно издалека и порассуждать о том что в принципе ну любая проблема имеет несколько решений кардинальная разумная и сомнительная это как минимум вариантов существенно может быть больше но например в городе челябинске начали распылять хлоросодержащие вещества какими-то специальными авиационными пушками которые разогревают хлор до температуры свыше 400 градусов и создают некое облако которое покрывает вокруг себя все но однако специалисты усомнились в эффективности этих мер потому что хлор при температуре свыше 400 градусов вообще-то начинает разлагаться и на терять свои свойства это во первых во вторых хлор это например вообще-то боевое отравляющее вещество используемое ранее например в первую мировую войну люди убивали этим веществом на войне и сейчас тоже хлор конечно не потерял своей вредности для организма это тем более странно когда хлор содержащими веществами обрабатывают подъезды а хлор имеет свойство накапливаться и вызывать всевозможные не только аллергические реакции но и более тяжелые последствия у людей в этой панической истории в этой ситуации когда не все понимают за что хвататься возникают вполне себе спорное решение например в москве обрабатывают регулярно улицы и поверхности прилегающие дороги территории и места скопления концентрации складирования мусора и так далее и так далее и вот в уфе тоже за это взялись я выяснил кто этим занимается на самом деле занимаются в разных местах разные конторы совершенно разными полномочиями и возможностями и прямо скажем с очень разными перспективами результатов над всем этим по сути возвышается центр дезинфекции минздрава республики башкортостан государственная организация которая в принципе теоретически призвана контролировать эти процессы сама уполномочена тоже заниматься дезинфекцией имеют эту организацию в случае когда с ней будут заключаться какие-то контракты и так далее в частности центр дезинфекции минздрава рб занимается дезинфекцией внутри больничных территорий и внутри больницы я так понимаю эта организация имеет лицензию на работу внутри лечебных учреждений она любые работы внутри лечебных учреждений нужна лицензия но это еще пол беды вот буквально на прошедшей неделе было известно что некая группа о кристалл групп обрабатывает территорию республиканской детской клинической больницы о чем написал собственно один из сотрудников этой больницы в соцсетях приложил фотографии вот тут возникают вопросы чем и как обрабатывает у кристалл групп территорию рдкб имеет ли это организация лицензию потому что до недавнего времени этой лицензии все еще не было в общем тут конечно вопросы надо задавать но вернемся к тому что происходит в основном в городе то есть мы до этого момента говорили о дезинфекции территории больницы а вот что же происходит на обычных улицах по ночам вот этот шум гам рев машин мигалки и предупреждающие объявления в мегафон так вот как выяснилось город пошел централизованным путем и провел конкурс отбор на исполнение работ по дезинфекции городской территории именно те самые 6 миллионов квадратных метров обрабатываются победителем на этом конкурсе компании гард сервис которая применяет как ни странно нашу местную разработку это вовсе не третичный амил по крайней мере вещество называется иначе называется она это к самим и мне удалось раздобыть даже несколько документов подтверждающих право использования этого вещества судя по тому что над над всеми работами о гард сервис надзирая центры дезинфекции минздрава рб и присутствует при всех работах здесь есть некая связка между контролирующими органами исполнителями но это как минимум радует в том смысле что многие в сети вчера сомневались в качестве там от этих реактивов составов то есть но сомнения эти абсолютно обоснованы учитывая в целом лживость нашей всей конструкции власти которая может там украсть последний бублик у сироты но здесь хотя бы существует некая система ответственности и контроля то есть ну в крайнем случае если что-то будет выясняться что по составу или по эффекту это не так то и государственные органы которые здесь увязаны в части контроля над этим над этими работами тоже становятся ответственными ну появляется хоть какая-то надежда на то что это обработка достоверна так вот компания гард сервис обрабатывает наш город веществом и таксамин которая распыляется не только по поверхности проезжей части но и на прилегающих территориях и что очень важно вот как мне удалось выяснить это момент который я собственно сначала и не исследовал но выяснил в процессе вот этого всего разбирательства еще обрабатываются и места скопления мусора то есть свалки мусорные контейнеры и всевозможные вот эти вот участки где мусора существенно больше чем как бы в среднем по территории города и вот с чем это связано дело в том что как выяснилось дикие животные птицы и значит прочие контактеры могут переносить вирус со свалок обратно в город и так далее то есть если не обрабатывать эти места скопления мусора то можем получить ну как бы вторичное повторное обратное заражение территории даже если мы дезактивировали в целом территорию города почему обрабатывается все это только ночью но здесь ответ простой существуют рекомендации минздрава о использовании конкретного вещества то есть в этих рекомендациях есть пункт о том что предпочтительнее обрабатывать территорию в присутствии минимального количества людей животных и так далее ну что собственно логично потому что как бы мы не успокаивались ну понимая чем там обрабатывают эти территории то есть ладно спасибо что не хлором как говорится да но мы должны понимать что любая санобработка любая дезактивация это конечно обработка достаточно активными веществами простой водой вирус не убить и но тут как говорится приходится выбирать из многих зол меньше помимо того что меня тревожит что на рынке этих услуг существуют компании с неопределенным лицензионным статусом на мой взгляд здесь еще мне удалось узнать например про деньги что тоже беспокоит и зрители нашего канала и присутствующих в сети людей не ограбили нас не украли эти деньги о том что украли эти деньги или не украли пропали они или не пропали будет известно по результатам всех вот этих вот санитарных обработок результаты этого всего будут подведены тогда когда будут подведены результаты пандемии но известно что обработка должна производиться 2-3 раза в месяц там есть определенная цикличность а также мне стало известно что стоимость обработки поверхности вот этим веществом и таксамин для города уфы сейчас составляет 2 рубля и 37 копеек за квадратный метр ну много это или мало ну на фоне естественно там шести миллионов квадратных метров и так далее ну для для сравнения могу сказать что в москве обработка территории обходится сейчас 70 рублей за квадратный метр то есть практически в 35 раз дороже чем в уфе с чем это связано ну в первую очередь конечно связано с аппетитами сергея семеновича собянина которым так восхищается наш дорогой ради фаритович ну москва вообще мир друг другая планета в общем вот у нас 2 рубля 37 копеек в москве 70 рублей и в целом я посчитал что в месяц обработка уфы обходится в 38 миллионов рублей но если эта обработка будет длиться там ну месяц или два то я не думаю что это катастрофические последствия для бюджета города уфы на фоне там того какой размер имеет этот бюджет лишь бы это все принесло пользу но то что разработка местная компания которая подрядчик по этим работам тоже местная компания и контроль над работами производится со стороны центра дезактивации минздрава рб вот это но хоть сколько-нибудь утешает будем надеяться что эти работы приведут к искомому результату будем надеяться что контроль над произведением этих работ максимальный а последствия от обработки города химикатами будут минимальными ну а теперь собственно к оперативному совещанию которое прошло в понедельник в белом доме ну из антуража совещания отмечу что в зал вернули александра геннадьча сидякина к моей вещи радости потому что сменивший его в прошлый раз кельсинбайф никак не украшал ландшафта сидякин надо сказать вел себя в этот раз образцово не выкрикивал не вскакивал вообще так очень даже себе прилично помалкивал хабиров вопреки сидякину вел себя очень взвинчено судя по всему та оглушительная оплюха которую отвесил публично путин хабирову не прошла без последствий для ради фаритовича он был чрезвычайно взволнован в чем-то даже рассеян путал фамилии подчиненных имена отчества были у него какие-то перепады настроения в течение этой оперативки он то в задумчивость подал то в ярость в общем конечно прямо скажем вел себя неравномерно но приступим к тому что прозвучало традиционно начало оперативного совещания было предварено длинным вступлением хабирова которым он общем-то наметил основные направления приоритета и так далее на данный момент но безусловно речь шла конечно все время о эпидемии и сразу же хабиров дал понять что конца края ей еще не видно дословно цитирую мы еще от пика далеко но не будем гадать прогнозы конец цитаты вот так вот гадать прогнозы не будем хотя конечно все только и алчат этих прогнозов всем только и как говорится интересно когда же весь этот кошмар бардак и безобразие закончится потому что вот эта смесь пандемии страха и угрозы в смеси с безобразиями беспомощностью и непоследовательностью властей конечно вот этот коктейль он ужасно напрягает население все в общем то жаждут прогнозов далее хабиров обозначил приоритеты и на первое место у него вновь вышло здравоохранение напомню что в прошлый раз он пытался сделать приоритетом промышленности экономику но нет теперь опять здравоохранение и как он сказал здравоохранение это первое история с ркб должна быть должна была научить нас и надеюсь научила как действовать быстро без суеты и паники конец цитаты вот тут у меня вопрос ради фаритович вот вы сейчас про что рассказали про действие сарклановой быстро без суеты и паники а какой клинике идет речь быстро это смысле замалчиваем результаты и угрозы отрицаем и ждем самого плохого без суеты это резко и без документов значит без всяких объяснений закрываем в здании 1200 человек и потом начинаем думать о том как их кормить во что их одеть и как лечить это без паники это не вылазим там со второго этажа не убегаем из больницы тому унося ноги или компьютеры и прочее вот это без паники в общем конечно прямо скажем набор признаков действий госпожи сартлановой в устах ради фаритовича звучал весьма сомнительно но продолжим далее хабиров сообщил что с 20 апреля все учреждения оказывающие социальные услуги должны быть закрыты на карантин и хабиров поручил правительству как-то через правое плечо андрея геннадьевичу назарову разработать некий комплекс поддержки финансовой материальной поддержки работников социальных организаций речь здесь идет о приютах о домах престарелых об интернатах и так далее так вот хабиров поручил назарову найти деньги и доплачивать этим сотрудникам но в общем-то дел благое правильные принципе наверно не стоило бы так сильно останавливаться на этом всем но именно об этом хабиров сказал путину в прямом эфире смысле он предложил на федеральном уровне ввести вот такую меру и путин на это среагировал очень неодобрительно он так сухо значит сказал но мы подумаем ну что в устах путин означает не лезьте не в свое дело и как бы мы тут сами умные однако хабиров настаивает что показательно и вопреки тому что путин не одобрил публично эту идею он решил все-таки реализовать эту идею в рамках башкортостана и даже отметил что именно из бюджета башкирии нужно организовать эти меры тут конечно с одной стороны надо отдать должное хабирову в его последовательности то есть но человек придумал и человек считает что эту вещь нужно сделать но с другой стороны тут и некая смелость потому что перечить путину нынче на себе дороже но с другой стороны с третьей уже стороны наверное непредсказуемость результатов всего этого но посмотрим сможет ли хабиров доплачивать четырем с половиной тысячам сотрудников вот этих вот социальных приютов социальных организаций ну дай бог если у него это получится далее в своем вступлении хабиров отметил что пасха прошла у нас без скопления верующих фрамах и выразил надежду что также будет проходить и грядущий месяц рамадан который начинается 24 апреля ну и хабиров в общем то выразил надежду на то что исламские авторитеты в республике башкортостан и религиозные лидеры республики но каким-то образом значит организует свою паству и не допустит от этого скопления народа на ритуальных трапезах и так далее так далее ну дело тут конечно техническое но учитывая действительно многоконфессиональность республики хлопот с религией у хабирова прямо скажем несколько раз больше чем где-нибудь в какой-нибудь констраткам костромской области простите и завершая свое вступление хабиров сказал что правительством принято решение для упорядочивания наших действий конец цитаты вот тут конечно сто процентов в точку давно было пора принять эти решения потому что действие правительства носят очевидно беспорядочный характер и ну пора боже наводить порядок надо отметить конечно что для оглашения вот этих вот упорядочивающих действий хабиров передал слово назарова тут характерная такая конечно история прием в том смысле что неприятные и не вполне такие скажем почетные обязанности начинают делегироваться андрею геннадьевичу о чем я говорю собственно я говорю о том что назаров был вынужден рассказать о том что кое-что в правительстве не получилось и приходится возвращаться к прежним решениям ну давайте обо всем по порядку господин назаров поведал нам что в очередной раз меняется порядок пребывание людей автомобилей и граждан на улице во время режима повышенной готовности что было раньше и что станет теперь и как она изменилась от прошлого четверга когда она изменилась от позапрошлого понедельника конечно в этом всем разобраться чрезвычайно сложно но мы попробуем в минувший четверг на этой самой к вид оперативки было оглашено новое решение о том что будет создан в спешном порядке за три дня будет создан некий реестр предприятий сотрудники которого будут иметь право находиться на улице и ездить на работу и вот их будут проверять через цифровую систему дорога 02 ну я имею ввиду задерживая останавливая на улице полиция получит этот инструмент и вот этот инструмент позволит контролировать достоверность недостоверность права людей присутствовать на улице в определенный момент так вот эта вся штука не получилось они просто не смогли ее сделать к понедельнику стало понятно что министерство цифровизации там прочее вот это вот это вот электрического блага не справился своей задачей не смогло реализовать собственную же идею и реестр из 70 тысяч предприятий которые ну им было предложено обработать они обработать не в состоянии тут конечно вопросы к разуме кину к его компетенциям потому что одно дело благие идеи а другое дело настоящие программисты однако ну видимо чтобы все-таки сохранить лицо новый образец пропусков решили сохранить и теперь получился такой некий симбиоз из двух систем из предыдущей совсем старые совсем новые которые не сработало в итоге что теперь будет теперь нужно иметь новый пропуск но его не будут сверять с этим волшебным реестром в общем конечно это только усложнит работу на самом деле в поле вот тех же самых полицейских росгвардейцев там вот этих вот оголтелых дружинников и вообще всех кто хоть как-нибудь проверяет эти документы на улице это конечно породит еще большее количество путаницы проблем конфликтов и ошибок собственно что же делать правительство ведь должно как ради фарич сказал упорядочивать свои действия ну в общем я бы сказал что наверное целесообразнее было начинать что-нибудь из этих действий отменять далее последовал достаточно краткий доклад господина забелина как я уже отмечаю практически третий четвертый раз доклады забелина становится все более бессмысленными и бессистемными на этот раз у забелина появилась еще и недостоверность в его докладах но давайте по порядку собственно о чем сообщил забелин он сообщил что 347 инфицированных в республике башкортостан плюс 52 за последние сутки прирост на 17 процентов двести сорок семь человек находится в стационарах и 100 человек дома тоже из числа инфицированных 20 человек выздоровела он провел за последние сутки 1972 теста так и не достигнув обещанных трех тысяч вот обещал и не может прямо как разумикин обещал и не может ну а также развернуто 59 процентов от планового количества коек для инфицированных больных что собственно неудивительно потому что забелин ударными темпами закрывает лечебные учреждения не разворачивает койки и что характерно забелин вообще не упомянул о смертности от к вид 19 то есть в его вот этих статистических выкладках аспект смертности вообще отсутствовал предположить что он забыл эту строчку наверное нельзя он все-таки врач и речь идет о медицине то придется как бы самим за забелина сделать эту работу на самом деле на момент доклада забелина в башкирии было уже зафиксировано 14 смертей от к вид 19 и по количеству смертей это третий результат в российской федерации внимание это бронза это ужасная страшная бронза более того российская федерация состоящая из 85 позиций сейчас имеет республику башкортостан на девятом месте в этом страшном ужасном рейтинге по количеству инфицированных к вид 19 а смертность в республике башкортостан это третий показатель по россии 4 процента смертность от к вид 19 башкирии 4 процента тогда как в россии в целом эта смертность ниже одного процента тут произошел тот самый статистический сбой о котором уже писали в соцсетях и я нисколько не сомневаюсь что сбой этот намеренный в субботу забелин просто тупо не подал данные федеральный центр я так понимаю хотя они собираются чуть ли не каждые три часа и в субботу у нас было ноль заболевших такого конечно же быть просто в принципе не может но есть предположение о том что чтобы занизить статистику заболеваемости смертности в республике предпринимаются титанические меры для того чтобы запутать федеральную статистику вот здесь конечно можно ожидать очередной оплеухи из федерального центра потому что уже начали расходиться данные которые сообщает забелин с данными которые выходят на официальных источниках по статистике ковид-19 а этого до сего момента не было попытка вот так вот достаточно по-детски примитивно запутать вот эту отчетность то есть просто пропустив один день и потом ну как-то вот отставать уже от тех кто значит в лидерах наверное не удастся потому что на момент доклада башкирия находилась на 14 месте благодаря вот этому вот фокусу забелина однако уже сегодня на момент когда я снимаю это видео башкирия опять вернулась на девятое место по количеству заболевших в российской федерации было бы наивно полагать что с вирусом можно справиться путем манипуляции цифр с вирусом можно справиться только обеспечивая настоящее качественное медицинское обслуживание правильную работу медицинских учреждений и не допуская распространение появления вот этих вспышек заболевания а вовсе не манипуляции статистикой но в общем доклад забелина был конечно все хуже и хуже как говорится от от предыдущих выслушав его хабиров поинтересовался самым насущным что у нас в ркб забелин сообщил что у нас в ркб это тоже очень важный момент потому что его слова во многом противоречили той реальности которая стала известна после оперативки так что нам сообщил максим васильевич по поводу ркб заканчивается первичный карантин ждем специалистов по проверке исполнения всех мер видимо кто-то будет уже контролировать их начинаются дезинфекции и с мая запустят акушерскую гинекологическую часть больницы то есть роддом и значит вот это вот акушерское отделение максим васильевич умолчал о том что за при том когда закончится первичный карантин те врачи которые в нем находились и лечили больных которые тоже вместе с ними находились закрытой больнице эти врачи если они не больны они должны отправиться домой на самоизоляцию на 14 дней а на смену этим врачам должны прибыть какие-то другие врачи потому что расформировать состав больных вопреки жаркому желанию госпожи сарклановой не удалось в ркб есть отделение и есть специфика лечения которая ну собственно не подразумевает перевод в больных другие лечебные учреждения это и гементология это и гнойная хирургия это многие другие специализации больницы без которых собственно больница и не работала бы и вообще не работала бы система минздрава потому что ркб это во многом специализированное медицинское учреждение так вот как выяснилось к вечеру понедельника с появлением вот этих вот новых врачей в больнице возникли существенные проблемы отсидевшие карантин врачи ушли те кто смогли те кто не болен больные врачи остались внутри а вот смена пришла не полностью вот это вызывает большую тревогу в ближайшие часы мы будем уточнять эту ситуацию и естественно срочным образом дадим информацию о том что же на самом деле происходит в ркб-2 как там обстоят дела с обеспечением медицинским персоналом и как обеспечивается помощь и заболевшим врачам и тем больным которые больны своими как говорится текущими болезнями и тем больным которые заразились к вид 19 в процессе оказания им услуг госпожой сарклановой сама же госпожа салтрану саркланова на вечер понедельника пока исчезла в неизвестном направлении как бы самоизолируясь неизвестно где она находится то ли дома у себя то ли в коттедже у родителей в нагаева мы точно не знаем но тоже узнаем и будем держать в курсе на мой взгляд может быть я и ошибаюсь но главврач должен покинуть был больницу последним из числа тех кого выпускают из карантина обеспечив все процессы убедившись в том что больница дальше функционирует что новые врачи на месте что все работает и только тогда главврач имеет право покинуть свой пост это на мой взгляд может быть это и не по инструкции но бежать первым значит впереди всех покидая вот эту не вполне организованную больницу в которой есть масса проблем и вопросов это конечно наверное неправильно для госпожи сарклановой хотя как говорят врачи печальная и обреченно когда я обсуждаю с ними этот вопрос они знаете что мне говорят они говорят вот увидите и еще орден дадут третьим вопросом оперативного совещания был доклад линара ивановой о контроле исполнения режима самоизоляции честно говоря идея этой темы уже начинают надоедать линара хакимовна в очередной раз отчиталась что она обошла сто процентов всех ее подопечных то есть 400 бригад в тысячу двести человек обходила прибывших из-за рубежа контактеров ркб кубата кубатова прилетевших из москвы и еще 320 бригад и 1739 человек обходили людей старше 65 лет повторюсь линара хакимовна считает что она обошла сто процентов этих категорий на самом деле это конечно не так несколько раз много раз нам сообщали и в письменные и в аудио форуме имею ввиду звонками о том что вот целыми семьями люди прилетели из москвы приехали из санкт-петербурга и к ним еще ни разу никто не приходил надо отметить конечно что те кто нам об этом рассказывают говорят что и слава богу никто не приходил ну я просто к тому что линара хакимовна привычным образом вводит заблуждение руководству республики но повторюсь проверить ее действия на самом деле не представляется возможным разве что привлечь в качестве свидетелей реально тех кто прилетел из москвы самоизолировался но к ним ни разу никто не приходил ну как говорится бог судья линара хакимовна судя по всему и хабирова было уже скучно слушать иванова на эту тему потому что завершая ее доклад резюмируя хабиров почему-то заговорил совсем о другом во первых он сказал что нужно необходимо и срочно нужно закрыть все легальные и нелегальные автобусные перевозки из москвы из других городов междугородние перевозки а также отметил личную ответственность глав районов за качество питания в социальных учреждениях и хабиров отметил что он опять очередной раз лично намерен контролировать качество этого питания ну примерно как со школьным питанием все будет далее хабиров обратился в зал как-то вдруг вот наступил у него вот этот момент такой активности на оперативке и он поинтересовался у касьянова а что у нас там со штрафами алексей анатольевич касьянов четвертым по очереди отчитался а что у нас там по штрафам касьянов бодро сообщил что за истекшие сутки в городе уфе и вообще по республике составлено аж три тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции и организовано взаимодействие с судами что вы имел ввиду на алексей анатольевич под вот этой организации взаимодействия с судами неизвестно однако известно что суды успели наштамповать уже сто примерно решений о вынесении штрафа гражданами но при этом первый штраф который был вынесен в отношении вот этого деяния по нарушению режима самоизоляции судом уже был отменен вообще суды все чаще и чаще ставят под сомнение законность вынесения штрафных санкций в отношении граждан вот это вот взаимодействие с судами о котором упомянул касьянов все чаще выливается в то что гражданам отменяют эти штрафы и действительно с юридической точки зрения наложение штрафов это не вполне достоверное действие со стороны властей с точки зрения закона с точки зрения морали и права морального права скажем так это вообще абсолютный абсурд я много раз говорил и повторю еще раз что те кто не смогли организовать элементарных процессов не вправе от нас требовать соблюдение каких-либо правил ими же установлены но это вопрос такой этический теоретически философски юридически они все еще настаивают на своем праве нас наказывать и штрафовать за то что мы выходим на улицу однако сами же представители власти на мой взгляд в циничной форме сейчас демонстрирует презрение к этим правилам не далее как вчера а руководитель комитета по информационной политике и сми господин ульчев у себя в соцсетях опубликовал фотографии где он на солнышке замечательно отдыхает на набережной города уфы поедая фруктовый салатик да еще и снабдил эту фотографию в соцсетях такой достаточно извительной надписью что из контекста можно значит получать что-то еще и полезное да то есть как-то вот так это звучало я не помню дословно то есть из контекста ситуации имеется ввиду что и вот в ситуации с ковидом мы тут умеем наслаждаться жизнью и греться на солнышке вот подобный цинизм со стороны чиновников он конечно еще более подтверждает не обязательность исполнения вот этих правил со стороны граждан то есть на простом человеческом уровне возникают вопросы но если вам так можно то мы нам почему нельзя вы же нам еще и работать запретили то есть получать средства к существованию так вы нам еще и на солнышке греться запрещаете в общем конечно вот эти двойные стандарты и вот этот вот господин ульчев из башен форма вчера еще конечно только подтверждают насколько скажем так лукаво подходит наши власти к этой всей ситуации далее обсудили вопрос о дистанционном образовании хабиров предварил доклад хажина тем что как ему кажется с первой неделей хажин не справился со второй более-менее но впереди у нас еще пять недель обучения хажин сообщил что он все еще не смог охватить средним образованием 20 процентов школьников республики башкортостан но он уже сумел провести 47 тысяч уроков и только 14 из них как он выразился дали сбой также хажин сообщил что поступают предложения о сокращении объемов домашних заданий видимо по той причине что зачастую дистанционное обучение в республике сводится исключительно к передаче этого домашнего задания ученикам школьникам и с получением этого домашнего задания на проверку учителями но действительно многие родители жалуются что нагрузка на детей вот в этой форме обучения возросла там вдвое втрое а что еще хуже нагрузка возросла и на родителей и только такое что родители с утра до вечера сидят у компьютера с ребенком и решают там какие-то задачи проводит какие-то простите конференции как их называют учителя и в общем как-то все это выглядит не так не знаю насколько вся эта фикция удастся дальше хажину доклад у него был кстати говоря коротенький весьма такой унылый хабиров подытожил доклад хажина весьма неожиданным образом он вдруг заговорил об открывающихся возможностях и и сделал совершенно неожиданный на мой взгляд но любопытный вывод о том что цитирую это уникальная возможность определить места где плохо со скоростным интернетом конец цитаты действительно необычный вывод из доклада об образовании но правда при помощи хажина если хажин еще будет говорить правду можно выяснить места где у него не работает дистанционное обучение но что-то мне подсказывает что хажин не склонен признаваться потому что вот те 20 процентов школьников которые лишены среднего образования сейчас в башкирии могут превратиться в 40 процентов ну вот так что не ждите откровенности от хажины ради фаритович а ищите места где нет интернета сами хабиров про вот это дистанционное обучение высказал следующим образом цитирую дали детям две недели на раскачку наверное достаточно начинайте двойки ставить это он указал хажину означает ли это на самом деле что теперь будут ставить двойки и правительству рб непонятно не уверен но помним о том что на прошлой оперативке хабиров сказал что вот мы детям не ставим двойки и себе тоже не должны наверное судя по всему подчиненные после того что произошло между путиным и хабировым на прошлой неделе поняли что наверное на этой неделе хабирова расстраивать ничем не надо потому отчеты дальше пошли как под копирку как бы такие мажорные вот гусев сообщил о том что инфляция у нас в два раза меньше чем в прошлом году а последовавший за ним фазрахманов сообщил о ходе полевых работ и вовсе абстрактные в целом если не вдумываться то даже очень обнадеживающие цифры а именно что он запас все же 65 процентами минеральных удобрений готовность техники 72 процента а у рост агролизинга начались массовые закупки техники вопреки тому что было на прошлой неделе на прошлой неделе аграрии отказывались закупать значит эту технику рост агролизинга не понимая что с ними будет дальше что там будет с деньгами и вообще как дальше жить то теперь вот буквально за неделю за неделю фазрахманов удалось образумить этих строптивых аграриев и они кинулись все у вас агролизинг закупаться импортными и отечественными комбайнами тракторами видимо их обуял абсолютный оптимизм и и они с радостью смотрят в завтрашний день в общем конечно вот эти вот перепады в тональности докладов господина фазрахманова прямо скажем очень разительны что еще меньше вызывает доверие на самом деле кто информации которую нам дает министр сельского хозяйства республики башкортостан к моей вяще радости в зале оперативного совещания опять появился борис владимирович беляев такое ощущение что кто-то очень внимательно смотрит мои передачи в прошлый раз я прямо плач ярославная здесь изображал на тему того что давным давно не видел бориса владимировича и вот вам вуаля пожалуйста основной конкурент линара хакимовна на арене этого цирка снова с нами и знаете он сделал замечательный доклад неожиданный как обычно в своем ключе то есть уж он то скажет так скажет да своим появлением борис владимирович окончательно нивелировал таланты линара хакимовна и показал что я еще очень далеко до лидеров этого рынка развлечений соответственно значит вот о чем нам рассказал борис владимирович борис владимирович нам рассказал о том что знаете что он готовит он все равно готовит акцию зеленая башкирия массовая высадка деревьев и так далее помним что в прошлом году туда было привлечено чуть ли не 300 тысяч человек по словам по крайней мере того же беляева все эти три недели пока мы не видели бориса владимировича мы теперь понимаем что он занимался важным секретным делом он готовил акцию зеленая башкирия с 25 апреля без привлечения жителей без объявления войны и с привлечением работников значит жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатирующих компаний управляющих компаний господин беляев планирует высадить более 50 тысяч деревень и кустарников как бы это все охарактеризовать у меня сразу возник вопрос первый и на на мой взгляд самый важный собственно чем эта акция отличается от обычной работы гор зеленхоза жеков управляющих компаний и так далее которые и так должны сажать эти все насаждения которые и так это делают за деньги налогоплательщиков либо за деньги тех кто платит за коммунальные услуги тут появляется нехорошее подозрение о том что борис владимирович делая одно дело получая две зарплаты я так вот образно выражусь в том смысле что он одну и ту же функцию одну и ту же акцию представляет как текущую работу ведомства и вот этих коммунальных организаций и одновременно как вот это вот замечательную акцию которую они придумали и показывают как результат действия нынешних властей вот это первая значит особенность но тут еще важно заметить что же дальше нам рассказал про эту акцию борис владимирович и каким образом он ее охарактеризовал на самом деле оказывается борис беляев не исключает участие в этой акции жителей он предложил жителям следующее для участия в акции они могут высадить дерево на своем приусадебном участке а если у них нет приусадебного участка то они могут внимание нарисовать дерево еще раз для тех кто не расслышал чтобы принять участие в высадке деревьев можно дерево просто нарисовать и вот теперь наконец-то становится окончательно понятно что для бориса беляева сделать и нарисовать это примерно одно и то же причем последнее для него явно предпочтительнее и очевидно доходнее потому что нарисовать оно ведь проще чем дерево посадить тут же закрадываются сомнения в том как же прошли акции вот в прошлом году то есть сколько деревьев было на самом деле нарисовано а сколько посажено ну абсолютно оглушительно неожиданным было вот это выступление беляева то есть ну чего-чего вот в период этого коронавируса до высадки деревьев точно никто не ожидал а Хабиров выслушал беляева и в общем-то даже продолжил тему он напомнил о том что субботников никто не отменял субботники теперь Хабиров почему-то называет чистыми четвергами и пятницами видимо под воздействием прошедшей пасхальной недели и сообщил нам что необходимо будет убрать вдоль дорог убрать строительный мусор который уже несколько лет лежит в некоторых районах убрать валежник а по поводу привлечения людей Хабиров и вовсе делегировал это своим подчиненным это на ваше усмотрение сказал он главам ну послушайте во первых убирать валежник смет и грязь и мусор строительные это вообще-то обязанность наших коммунальных служб а в период вот этой изоляции которую нам продекларировали ну как-то просто странно слышать о том чтобы Хабиров дал возможность привлечь главам этих людей главы же привлекут и никто эту социальную дистанцию там контролировать точно не будет ну и как можно в конце концов соблюдать социальную дистанцию находясь на субботнике ну в общем вот это вот абсолютная каша решений которые в самом начале оперативки Хабиров как-то сам себя призывал упорядочить она продолжается то есть противоречия на каждом шагу на улицу выходить нельзя но на субботнику нужно в лес ходить нельзя но на охоту можно на охоту можно а на рыбалку нельзя ну что это такое вообще продолжая соревнования фаворитов Ивановой и Беляева выпустили на арену естественно Иванова и она доложила о регистрации предприятий на портале Работа в России это та самая история которую мы подробно разбирали в прошлый раз когда Ленара Хакимовна как бы на основании анализа одной капли сделала заключение о состоянии всего океана я имею ввиду то что она там проанализировала 6 тысяч анкет предприятий на портале Работа в России и сделала из этого глобальные выводы его безработицы в Башкирии напомню что Ленара Хакимовна характеризует рынок труда в Башкирии как абсолютно спокойный насыщенный вакансиями и вообще никакой безработицы нам не грозит так вот в этот раз она сообщила нам что целых 400 предприятий еще за неделю зарегистрировались на этой системе работодатели очевидно не спешат подчиняться просьбам и указаниям госпожи Ивановой в этой части они прекрасно понимают что во-первых это дополнительные хлопоты которые все еще не описаны законом их не обязательно исполнять эти хлопоты сиди и каждый день подавай информацию в какой-то там непонятный ресурс работы 02 только потому что Ивановой нужно понимать что происходит на рынке труда в республике Башкортостан ну собственно мы ей зарплату немножко платим за то чтобы она немножко понимала на этом рынке но тем не менее опять она начала сообщать какие-то статистические данные честно говоря даже их воспроизводить не особенно хочется хотя бы потому что например Иванова суммирует в этих данных людей которые находятся на удаленном режиме работы и в режиме простое ну как можно смешивать квадратное и коричневое я не понимаю но Ивановой это удается и она суммируя эту цифру сообщает нам что в режиме удаленки и простое работают 99 тысяч человек а как из этой цифры понять сколько на режиме удаленки а сколько на режиме простое это очень разные вещи на удаленке люди все таки работают а в простое они не работают если сначала доклады Ивановой были там смешными потом они были возмутительными то сейчас уже просто они вызывают просто растерянность то есть как бы вот этим людям мы платим зарплату за работу да ну вот только такой у меня вопрос возникает но у Хабирова пока этот вопрос не возникает и он поручил Ивановой на ближайшей оперативке доложить о ситуации в сфере занятости Радифаритович удержался от тех резких слов которые использую я но тем не менее поручил фактически Ивановой докладывать о том о чем она докладывала вот до сих пор ну очевидно что данные Ивановой все меньше и меньше конечно устраивают Хабирова ну посмотрим что получится на следующей неделе доложить Ивановой о рынке труда далее обсуждали поводковую ситуацию управитель ГОЧС по республике Башкортостан Латыпов Марат Раисович доложил о том что сейчас у нас наблюдается незначительное подтопление дорог лед сошел практически на всех реках подъем воды плюс 7-10 сантиметров в сутки и пик паводка ожидается на конец апреля что собственно примерно на 10-12 дней раньше чем в обычный год но я так понимаю из осторожных вот этих вот сообщений наших служб что какого-то существенного существенного или чрезвычайного паводка слава богу в этом году у нас не предвидится ну хоть эта беда нас обходит стороной одиннадцатым вопросом оперативки был достаточно серьезный вопрос который почему-то был поставлен в самый конец этого мероприятия и вопрос этот был о предварительных результатах работы ситуационного центра по обеспечению устойчивости функционирования реального сектора экономики Республики Башкортостан длинного так звучит Муратов Рустам Хамитович делал доклад собственно доклад этот о том что ситуационный центр был все-таки организован и с 9 апреля он начал работать что госсобрание приняло окончательно все нормативные акты которые позволят оказать хоть какую-то помощь малому и среднему бизнесу в 30 муниципалитетах как докладывает Муратов разработаны дополнительные собственные меры по поддержке бизнеса что не может не радовать на самом деле то есть и меня даже не слегка это удивила инициатива но Муратов обеспечивает мониторинг и уже получил 7000 обращений юридических лиц в центр вот этот ситуационный центр который занимается этой проблемой 22 сотрудника занимаются модерацией и планированием в рамках работы этого центра и 15 сотрудников работает в колл-центре проводятся совещания в частности совещания с торговыми центрами проводились по поводу режима их работы с банками районными администрациями но и в целом ситуационный центр это некая система входа для обработки всех проблем которые возникают и будут возникать у бизнеса на фоне вот этих вот событий связанных и с падением нефтяного рынка окончательным падением до нуля практически и с вот этой ситуации с коронавирусом собственно конечно можно только посочувствовать тому что делает господин муратов и вообще экономический блок в правительстве потому что в тех условиях сложившихся сейчас на самом деле не позавидуешь им потому что шквал вот этой вот проблемы которая на нас еще надвигается я имею ввиду экономический экономическая цунами которая у нас случится в ближайшее время в связи с окончательным почти до нуля падением нефтяных котировок конечно ну будет такой оглушительной силы что не знаю какие меры на самом деле смогут помочь но может быть что нибудь все таки и сработает двенадцатым вопросом оперативного совещания вообще вопросов было действительно необычайно много в этот раз благо что часть из них была коротеньким так вот двенадцатым вопросом был вопрос о работе междугородних пригородных и городских маршрутов в период режима повышенной готовности не понимаю почему хавиров в середине совещания начал заострять на этом вопрос если в плане стоял этот отчет ну в общем алан викторович марзаев изобретатель послойного ремонта асфальта сделал доклад по поводу вот этих вот маршрутов ну собственно что он нам сообщил обеспечено снабжение персонала транспортных компаний средствами защиты на данный момент осуществляется дезинфекция транспорта осуществляется попытка соблюдения социальной дистанции в автобусах хотя многочисленные сообщения наших читателей и вот присылают фотографии совершенно ну абсолютно безумные фотографии как сейчас обстоят дела на этом фронте то конечно социальной дистанции в автобусах а социальной дистанции в автобусах речи конечно не идет тут алан викторович прямо скажем заблуждается или вводит заблуждение свое руководство также господин марзаев сообщил нам что до семидесяти четырех процентов падения поездок в транспорте произошло и небольшой подъем количества этих перевозок наблюдался на пять процентов после того как было открыто опять вот эта тысяча предприятий ну тут конечно вопросы честно говоря с этой статистикой как это все измеряется неужели всего пять процентов это тысячи предприятий ну ладно также марзаев сообщил нам что общественный транспорт теперь ходит до восьми вечера и закрыты пригородные маршруты в двадцать одном районе в республике башкортостан видимо там ну связи с инфекционной обстановкой закрыты 16 из пятидесяти четырех автовокзалов и марзаев отметил что волнообразность пассажиропотока сейчас вот который присутствует приводит к сбоям перевозок но это хотя бы честно действительно сбои перевозок есть и волнообразность этого потока тоже есть хабиров в очередной раз призвал прекратить междугородние автобусные перевозки на этом собственно оперативка практически закончилась но в конце произошел такой забавный казус часто бывает что на официальных мероприятиях забывать отключать микрофоны в этот раз тоже их не отключили и уходя хабиров обратился в зал цитируя забелин зайдите пожалуйста саша зайди очевидно обращаясь к сидякину сказал хабиров очень интересно что же обсуждали хабиров забелин и саша за закрытыми дверями надеюсь что все таки хабиров поинтересовался у забелина реальной картиной в области здорохранения например по статистике смертности хотелось бы верить что хотя бы обладают они по-настоящему этой информацией потому что если они не знают что происходит в республике то тогда это вообще совсем беда потому что не остается никакой надежды на разумность их решений и и и это не все и и и и и и и Продолжение следует...